Всем привет! Вот такой у меня сегодня завтречек. Два яйца с помидорами, луком, хлебушек, огуречек, немножко кинзы и бутербродик с авокадо. Витаминки, водичка. Кстати, кинзу я зря так положила, я ее, конечно же, доела, но мне не зашла кинза с яйцами. Так, моя самая любимая рубрика – это закупка продуктов. Сегодня заказала из магазина Метро. Давайте посмотрим, что мне пришло. Филе грудки индейки, сердечки куриные, ножка индейки. Из нее хочу сделать холодец. К ней же взяла желатинчик. Говядинка, филе бедра курицы, креветочки, яйца, лук зеленый, укропчик, два вида сыра, очень нравится эта фирма, квашеная капуста, соус томатный для яичек, сметана, сливки, кепчук, молочко, два вида лапши, морковка, лук, чеснок, картошка. Кетчуп не помню, говорила, нет. И тут мальнурильная. Благон для стиралки, чтобы служила. Сив, зимная паста. И вот эта пена для бритья, я так и не поняла, это был подарок или что, я ее не заказывала. В общем, мне ее положили. Вот такая закупочка у меня вышла. Вышла она, что-то около четырех тысяч. Ну вот, мы готовили спаржу. Такая красота у нас получилась. Взяли 100 грамм сухой спаржи. Замочили ее в кипятке. На ночь оставили в холодильнике. Утром потерли морковки, тоже грамм, наверное, 200. Три зубчика чеснока порезали и немного укропчика. Грамм 15-20. Все это сюда положили. Пожамкали минуты две руками, чтобы было сок. И заправили специи. Вот такой специи мы заправили. Сейчас она часа два точно постоит. А вообще, мы лучше до вечера подождем. Сейчас у нас почти два часа дня. А ужинаем мы всем вечером. Вот, короче, всем вечером попробуем нашу, эту красоту. На обед у меня говядина тушеная с овощами, которую я готовила на прошлой неделе. 150 грамм риса, протеин, одно маленькое яблочко и мои любимые витаминки. А знаете, как проходит мой сегодняшний день? Это, конечно, мем. Потому что я домонтировала утром видео первой недели. Выложила его, загружала вечность. Потом начала его как-то пересматривать. Просто думаю, что-то гляну. Дохожу, например, до середины и смотрю, там вся музыка сбилась. Все это подзабивалось. И я такая, да, бля. Быстренько переделала. Это заняло, там, я не знаю, 5 минут от силы, не больше. Но больше прикол, что пока в телефоне оно выгружалось, это заняло, ну, полчаса точно. И сейчас я его опять заливаю на YouTube, еще пишет полтора часа будет заливаться. Вот я весь день, короче, сижу перед компом, смотрю тут телевизор, какие-то фильмы на фоне включаю. И сижу там на канале с бесплатными всякими курсами, гайдами. Смотрю какие-нибудь там, не знаю. Ну, все, что попадается. Сейчас читаю прикольный гайд о коже. Вечером, кстати, сделаю одну фишечку, вам расскажу, как ее делать. Она, получается, делается на то, чтобы понять, какой у тебя тип кожи. Вот. Вечером, когда я все это буду проделывать, вам обязательно засниму и расскажу. Ну, а так хотела поделиться, что у меня сегодня какой-то день тюлень, весь день на диване, весь день с этими видео нервы все мотаю, ничего не делала. Вот. Мы только с Сашей спаржу приготовили, я вам засняла. И все. Вечером надо будет готовить ужин. Сейчас добью это видео, несчастное. Надо будет посчитать калорийность спаржи. Досмотрю вот это кинцо. И надо будет пропылесосить. О, видео наконец-то выложила. Я еще создала страничку ВКонтакте. Туда загрузила один клип и вот это же видео. Налила себе чайочек новенький, который еще не пробовали. Так. Я тем временем пропылесосила, покупалась, помазикалась с кремиками и докладывала вам насчет ужина. Я порезала картошку дольками, насыпала сюда паприку, итальянские травы и соль гранатную. У меня, кстати, вот такая прикольная соль. Привозила я ее, по-моему, из Абхазии гранатную. То есть соль и кусочки сушеного граната. Она очень прикольная идет в салаты. Как бы сильно жесткого отличия нет. Ну, там вроде как мне объясняли витамины вот эти гранаты. Короче, неважно. А сейчас это все перемусякую. На противень выложу, побрызгаю немножечко маслицем и отправлю в духовочку. Тут у меня филе бедра индейки. 400 грамм. Я поделю на две части нам на двоих. И на сковородочке обжариваю в таких бумажках. Хотела вот, да, с вами поделиться. Они такие прикольные. Я уже не первый раз беру. Понятно, что здесь, наверное, есть какое-то говно в составе. А, кстати, вот можете поставить на паузу. В принципе, ничего здесь, по-моему, плохого нету. Так что норм. Вот. Заворачиваешь кусочек в этот лист. И обжариваешь с каждой стороны. По 5-7 минут. Вот. Инструкция к приготовлению. Очень вкусно получается. Предварительно вот можно отбить. Завернуть, пожарить. И готово. Так что вот такой у нас сегодня будет ужин. И спаржу, которую сегодня делали. Точнее, Саша ее делал. А я чеснок порезала и кропчика. Все остальное делала. Так что попробуем его спаржу. И мою вот эту короночку. И еще будет кепчик. Хайнц. Довольно, мне кажется, неплохой. Потому что я смотрю сустав. Ну, там из плохого сахара. Ну, блин, во всех кетчупов сахар. Посмотрела состав мухи. Вот там вообще капец. Там ешки какие-то напихают. Тем временем волк пошел кушать. Она у нас не любительница поесть. Когда-то ест, когда-то может несколько дней не есть. Да, вот так вот мы любим взять еду. Пойти на лежаночку. На лежаночке ломячить. Да, давай, деньги, да? С домовой овочкой. Овочка у меня тут подогрелась. Нужно картофанчик запихивать. Ну, и вот такая у нас еда получилась. Селебедрия андейки, картошечка, кепочечек. И как она? Спаржа с морковочкой. Сейчас будем смотреть последний сенон Ганнибала. Так, у меня сегодня второй день. И вчера вечером я вам обещала сделать тест на кожу. Какой тип у вас кожи. Но после того, как я умылась, я нанесла крем. И сразу вспомнила, что блин. Я же хотела это сделать. А там суть состоит в том, что нужно помыть лицо привычным вам методом, как вы всегда это делаете. И после не наносить на кожу вообще ничего. Никаких кремов. Никаких сывороток. Ну, в принципе, ничего. Вот. И так проспать всю ночь. А утром проснуться, взять салфеточку. Промокнуть всякие-то зоны. Посмотреть на поры. И от того, сколько сала у вас выделится. И какого размера поры. И зависит ваш тип кожи. Так как вчера я это забыла сделать, я сделаю это только сегодня вечером. Потом я вам прикреплю, наверное, какие-то вставочки. Что по итогу означает, какой тип кожи. Вот. Но сейчас обычный день. Сейчас опять мажусь кремиками. Иду завтракать. Параллельно, кстати, смотрю сериал. Называется «Сама виновата». Чисто случайно в ленте в экране попалась девушка беременная. С рукой, которая... Это было, как называется. В общем, с рукой, которая искусственная рука. Вот. Я зашла что-то к ней на страничку. И там у нее был закрепленный пост. Что типа 6 лет назад мне отрубили руки. Я такая посмотрела что-то. И потом смотрю, что сняли. По ее истории сериал. Называется «Сама виновата». По ее книге написано. Ее муж отрубил две кисти в порыве ревности. Вот. И мне стало очень интересно. Я сейчас начала смотреть первую серию. Поэтому. Маргарита Крючева вроде бы ее зовут. В общем, кто ее знает, кому интересно, кто не знал про этот сериал, можете его посмотреть. Сегодня завтрак у меня следующий. Два яичка с помидорами, с луком, соусом. Соус новый. Сейчас покажу, какой. Хлебушек, витаминки. И спаржу положила 100 грамм. Вышло что-то на 450 калорий. Соус взяла на пробу вот такой первый раз. У меня зацепила большая граммовка. Потому что обычный соус и грамм 400. Смотрим на прекрасную погоду. Наслаждаемся жизнью. И пьем кофеечек нольком. Тут у меня ложка кофе и 180 мл молочка. Приятного аппетита всем, кто кушает. У меня мясо с рисочком, как и до этого на обед. Квашная капусточка с клюквой, витаминчик С, другие витамины. И вот такой белковый йогурт с дынькой. Блин, я так хотела квашную капусточку. Наконец-то я ее покушаю. Так, хотела поделиться. Вдруг вы не знаете. Как сохранить все витамины и пользу гречки. Мы ее не варим. Мы насыпаем, я насыпала 200 грамм гречки. И засыпаем, ой, и заливаем в два раза больше воды. Раз 200 грамм гречки, то 400 грамм кипяточка. Можно помешать, чтобы она добавила соль, чтобы она равномерно растворилась. Закрываем. Вот так она постоит, часика-два. И наша гречка готова. Просто в тепле. Капец, сейчас на обед ела квашную капусту и поняла, что это лучшая капуста, какую я ела в своей жизни. А я поела много. Так что смотрите, запоминайте, скриньте. Вот такая фэк. Квашная капуста с морковью и клюквой. Просто сама капуста нежнейшая, ни твердая, ни капельки. Клюква, она вот так вот лежит целенькая, сверху вкусненькая, с небольшой кислинкой, как надо. Короче, божественно. Мне кажется, я теперь буду такое покупать, просто каждый свой заказ. И буду есть каждый божий день. Реально божественно. А тут, кстати, достала размораживаться сердечки куриные. Я их буду завтра готовить на обед. Они будут у меня как раз таки с гречкой, которую вот я запарила. А тут я достала размораживаться креветусы. Вчером у нас будет паста. А что хочу сделать с креветками и добавить цукини, сливки и сыр. Ребятушки, Саша сходил на озон и принес такие классные горшочки для запекания в духовочке. Они ручной работы написаны. По 500 миллилитров объемчик у них. Думаю, как раз прекрасно на одну порцию. Давно хотели купить горшочки, чтобы запихать не в духовочке, но все как-то не получалось. И тут наконец-то мы их взяли. Скажите, конфетки. Прям вау. Так что в ближайшие дни, может на этой неделе, либо на следующей, мы с вами в них запекем. Так, как вам обещала, провожу сейчас эксперимент по типу кожи. Я умылась для него умывания. У меня вот такой вот атлетик. Вот. Вытираю я всегда бумажным полотенцем лицо. Не вот этими, чтобы бактерии разносить. Ничего больше не наносила. Вот такое лицо у меня сейчас. После воды, правда, все стягивает. Потому что я привыкла носить крем. Ждем до завтра. Ничего не наносим. Сейчас я сделаю фото до, чтобы посмотреть потом, как лицо поменялось, как поменялись поры, увеличились, остались ли такими же. И утром уже вам все расскажу. Вот, собственно, я приготовила пасту. Кому интересен подробный рецепт, у меня он есть в шортс. Смотрите, не пожалеете. Очень вкусная паста получилась. Прям пальчики оближешь. И вот так вот она у меня выглядит. Кстати, любимый вид пасты – это вот эти бантики. Они очень клевые, но и главное варить подольше. Я только проснулась, и вот иду сразу смотреть на свое лицо. То есть я его не трогала, не вымывала. Берем салфеточку. И написано, нужно промокнуть этой зоной. Лоб, подбородок, носки, щеки. Не тереть, а именно давить немножко надавливаем. Ну, я не вижу, на стене какого-то отделения жиры. Она точно не жирная кожа. Я вам скажу, на салфетке ничего не осталось. Просто все чисто. Она несет пор. И не знаю. Мне кажется, такие же поры. Сейчас сделаю фотку после и прочту, что означает мои результаты. И сразу вернусь к вам и все расскажу. Так, я посмотрела результаты. У меня два варианта. Либо нормальная кожа, либо сухая. Но я все-таки склоняюсь больше, что она нормальная. Потому что нормально писали, что поры, в принципе, не расширены. На салфетке остаются легкие-легкие пятнышки. Но у меня ничего не осталось. Но там было написано небольшой блеск у зона носа. У меня вроде есть небольшой блеск. Я вижу, у меня даже на щеках небольшой блеск. Как бы блеск небольшой есть. Просто у носа все-таки ничего почему-то не осталось. А у сухой кожи также незаметное увеличение пор было. И кожа типа прям матовая. Но я не скажу, что она у меня прям матовая. Она не жирная, да. Но небольшой блеск присутствует. Короче, так что я делаю выводы, что, скорее всего, у меня кожа нормальная. Сейчас я вам ставлю свои фото до после. Вчерашний вечер и сегодняшний утром. Посмотрите сами, как вы думаете. И также ставлю вам результаты всякие. Которые, чтобы вы сами себя проверили. Там жирная кожа, нормальная кожа, сухая кожа и комбинированная кожа. Я знаю, что у меня кожа чувствительная. Это мне сказал дерматолог. Но в плане вот этой нормальности и ненормальности мне ничего не говорили. Я думала, значит, просто чувствительная. Но, видимо, у меня нормальная кожа и чувствительная кожа. Скорее всего, так. Желаю вам тоже удачно провести этот эксперимент. И наконец-то понять, какая у вас кожа, если вы еще этого не знаете. С тянутости у меня нет. Вот, кстати, да. У сухой кожи там еще писали, что тянет лицо. Но у меня не тянет лицо. С учетом, что я вчера ничего не наносила. Сегодня ничего не наносила. Я всегда думаю, что я себе не нанесу крем после воды. После того, как умаюсь. На лицо вот так вот все стянет. И я не смогу жить. Но нет. Нормально себя чувствую. Нормальное лицо обычное. Ничего не тянет. Все прекрасно. Значит, да, ненормальная кожа, скорее всего, у меня. С чем я себя и поздравляю. Теперь я иду наконец-то умываться, мыться, очиститься. Потому что я реально только встала. Потом пойдем с вами готовить завтрак. И жить этой жизнью. Сегодня мне позвали на свидание. Мы с Сашей будем в кино. Так что, интересный вечер меня ждет. И вас тоже, кто смотрится на это видео. Завтрак уже по классике. Два яйца, помидоры, соус, немного хлебушка. И спаржи с морковочкой. Так, а я после завтрака приступила к приготовлению обеда. У меня будут тушеные сердечки. Я их разрезала пополам. Сделала зажарочку из лучка и морковки. Потом добавила воды, немного сметаны и немного муки, чтобы она подзагустела. И в конце уже кинза. И наше шикарное блюдо готово. Так, наши обиди. Гречечка с сердечками, которые я сегодня тушила. Капусточка. Витаминки. И сейчас будем смотреть кинчик прикольный. Называется... Как же он называется? О, флирз дьявола. Так, у нас сейчас почти шесть вечера. Мы скоро будем ужинать, потому что всем нам уже выходить. Мы идем в кино. Пойдем сегодня на Халоп-2. И я взяла с собой полезные вкусняшки. Потому что попкорн я точно кушать не буду. Всякие какашки тоже кушать не буду. Сейчас я вам покажу, что я взяла. Я взяла вот с собой бомбар протеиновый батончик тирамису. Мне очень нравится. Кофейный такой вкус. И вот такие штучки тоже люблю. Они очень долго растягиваются. Несмотря на то, что весит всего 15 грамм. Фруктовые кусочки от фрукта няни. Я брала всякие разные, уже пробовала. В этот раз беру с собой вот яблоко персик маракуйя. Лежали у меня дома. Так что да, скушаю батончик и буду грызть свои вкусняшечки. Тут в составе только всякие пюре фруктовые и больше ничего. Как бы логично, потому что это для деток с годика. И там зайдем в магазин. Если будет камбуча, возьму себе камбуча. Очень люблю этот полезный напиток. Обожаю просто его. Но если не будет камбуча, возьму, наверное, просто обычную воду. Вот, короче, хотела с вами поделиться. Вот такой вот у меня наборчик в кино. Вот. А если говорить про вечер, то ужинать я буду, как и вчера. 80 граммов корон и креветки с цукини. Сейчас смотрю сериальчик, пока готовлю ужин. Двою, точнее, пасту. И потом буду собираться. У меня будет минут 30 на сборы. Все. Вот такие неделишки. Напишечка моя пустик готова. Ну вот мы и пришли в кино. Кстати, смотрели фильм Холоп 2. Мне он понравился гораздо больше, чем первая часть. Всем очень сильно советую. Саша взял себе вот такой вот попкорн карамелизированный. И ему туда, как допинг, положили 4 лягушечки таких мармеладных. Клево. Вот. Мне нравится очень, кстати, кинотеатр Карам. Мы всегда в него хом. Здесь такие вот столики раздвижные. Это мои вкусняшки. И вот такой вот напиток от Бумбара. Так же, как мой батончик, я взяла. Он был имбирь-лемонграсс. И там всего в баночке что-то меньше 5 калорий. То ли вообще одна, то ли 4. Что-то такое. Вот так вот я развалилась кайфово. И смотрела фильм 2 часика. Круто, короче, провели время. Назад мы прошли пешком. То есть у нас была еще 45-минутная тренировка. На завтрак ничего нового. За исключением тостика с авокадо, которую я не делала давно. И водичку с лимоном, про которую я тоже постоянно забывала. Это я немножко решила прихорошиться, выпрямить волосики. Потому что у меня через полчасика намечалось одно собеседование онлайн по видеосвязи. Волновалась, конечно, переживала. Но ничего. Справилась. Вот, ребятушки. Вот прошло мое собеседование. Первое. А, ну нет, у меня было одно собеседование в декабре. Но там у меня не подошла эта работа. Вот. Сейчас было собеседование насчет риэлторства. Но я немножко думаю, я в сомнениях. Потому что первые два месяца можно быть почти без заработка. Там 3,20 могут платить. В плане того, что если выполнять нужное количество звонков. Вот. А так за сделку можно 1050-60 зарабатывать. Ну, короче, я не знаю. Я в сомнениях, смятениях. Через, получается, сегодня в понедельник, в четверг у нас будет еще один созвон. Насчет того, что они решат насчет меня. И что я решу насчет них. В общем, буду думать. Волновалась, конечно. Но здесь голос не дрожал. Все это покраснели. Я все равно стараться краснею. Такая уж я. Сейчас полдвенадцатого. Я выпью протеинчика наперекусик. А сегодня у меня должна была быть чистка лица. Но вчера мне позвонили, что мой мастер заболел. И перенесли мне на завтра. Так что на чистку лица я поеду на завтра. А послезавтра я записана на ноготочки. Наконец-то сделаю красивые пальчики. Потому что таким уже не могу ходить. Но это была вынужденная мера. Пришлось походить без покрытия несколько месяцев. Ладно. Побегу мешать протеинчик. Включу, наверное. Что-то у меня столько энергии после волнения. Когда переволнуешься, просто полно сил. Хочется куда-то бежать, что-то делать. Кстати, ребята. Мы же вчера заказали пиковую дорожку. Точнее, она для ходьбы, которая до 6 км в час разгоняется. Мы брали, чтобы не бегать на ней, а ходить. Потому что вот эту противную зимнюю погоду вообще не хочется выползать из дома. А шаги нужно нахаживать. Включил телевизор. Поставил сюда дорожку. Ходишь, смотришь. Какие-то видео, фильмы, сериалы. Вот. Очень клево, кайфово, интересно. Сегодня нам ее должны привезти. Надеюсь, нам ее реально привезут сегодня. С 12 утра вот до 9 вечера. Жалко, что такой разброс большой. Я бы хотела, чтобы ее привезли уже в 12. Но, может, так и будет. В общем, как привезут, я вам все засниму. Это просто. Я покупку утверждала уже полгода, а то и год. Я так мечтала о дорожке. И вот, мечты сбываются. Ой, сейчас 40 минут так жестко позанималась. 10 минут сделала разминку перед тренировкой. И 20 минут у меня была такая мощная тренировочка. И 10 минут растяжки, заминочки после. Вот. Сделала сейчас тренировочку обязательно. Потому что завтра я иду на чистку лица. И неделю нельзя будет заниматься, чтобы никакого пота на лице не было, пока он заживает. Максимум буду вот ходить на беговой дорожке, которую нам должны сегодня привезти. Но никакого спорта. К сожалению, или, к счастью, к счастью, потому что можно немножко от него отдохнуть. К сожалению, это останавливает наши похудательные процессы. Вот. Хотела вам с этим поделиться. Сейчас немножко лежу, пью воду, отхожу. И через полчасика у нас будет обед. Сегодня мне еще нужно будет сходить в магазин. У нас закончились помидорки. Либо завтра можно, конечно, сходить. И надо сегодня или завтра зайти на зончик. Мне там пришли всякие футболочки, штанишечки домашние, заказала померить. Обязательно вам покажу. Особенно, если что-нибудь возьму. Потому что я не знаю, стоит ли или не стоит ли. Что-то там брать. Посмотрим, выберем, поймем. Вот такие дела. Сейчас что-то реально прям без сил. Несколько дней я не занималась. Сегодня тренировка далась довольно тяжело. Занимаюсь я просто по ютюбу. Вбиваю какие-нибудь интересные тренировки, зарядки, разминки. Все такое. И по ним занимаюсь. Так, на обед сегодня гречка, сердечки, квашеная капуста. Жалко, что последняя. Так понравилось. Капец, очень вкусно. Пол груши и пол киви. Также витаминки мои. И все. Так, сходила на Озон. Никакие футболки домашние мне не подошли. Но я взяла одни штанишки. Не знаю, мы уж видели в видео. А, ну вот, я сейчас пылесосила в розовых штанах. Вот такие же у меня есть еще черные. И сейчас взяла такие же голубого цвета. Дома вам потом еще засниму. Что вы думаете? Прихожу я домой и смотрю. Пока я ходила на Озон, нам доставили дорожку. Господи, как же я счастлива. И еще привезли вот коврик. Мы заказывали для нее, чтобы не было такого шума, чтобы не портился пол. Ой, господи, сейчас будем с вами распаковывать. Субтитры сделал DimaTorzok А вот мы нашу красавицу пока поставили остывать сегодня тут. Завтра включим, проверим, работает ли. Потому что, как и телевизор, она приехала холодная, с морозов. Вот у нас склад коробок. Коробка от телека. Ее надо будет выкинуть. Наверное, может, завтра выкинем. И вот коробка от дорожки. Но коробку мы пока не будем выкидывать, пока его не проверим. А, ну опять же, если дался проверим. Хотя мы не вынесем, наверное, все. Ну, не суть. Не суть важна. Я больше хотела показать, какой у нас тут ментус. Коробки, коробки. И дорожка стоит, остывает. Блин, реально, я так о ней мечтала. Потом будем с вами... Ну, точнее, я вам немножко буду снимать. Ходите, гуляйте по ней. Смотрите какой-нибудь фильм. Офигенски просто. Буду офигенно проводить время. Вот, собственно, и мои штанишки голубенькие. То есть вот точно такие же в рубчик. Только голубой цвет. Кайф. Мне нравится. Дома удобно в штанишках ходить. Было всего двое таких. Сейчас будет третье. На ужин сегодня была также паста с креветками и цукини, как вчера. Сейчас вот мы смотрим слово пацана. Через минут 30, наверное, после ужина я перекусила батончиком бомбара с клубничкой. Вот таким вот милашеком с чаем. Что я вам хотела рассказать еще, о чем забыла. Я когда пошла на Озон, мне звонит незнакомый номер. Я думаю, ну, поди курьер, который должен привезти дорожку. Потому что все равно с Озона они обычно звонят. Так я отвечаю. А у меня, получается, резюме выложено на Headhunter по вакансии SMM-щика. Вот. И мне, короче, позвонили насчет вакансии одной. Типа они находятся в другом городе. Недвижимость, вести аккаунт. Не надо никуда ездить никогда. Ничего снимать. Не фотографировать. Ну, то есть вообще ничего не надо делать. В плане, что вся работа полностью из дома. Вот. Я говорю, в принципе, да, заинтересовала вашу вакансию. Они попросили скинуть у меня мои старые аккаунты, по которым я работала. Потому что у меня тоже был аккаунт жилого комплекса раньше. Вот. В общем, я им отправила. И жду, 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 жду их реакции, их ответы. В общем, я угорнула, что у меня получился сегодня такой рабочий прям день. Было одно собеседование. И еще позвонили по телефону. Ну, я надеюсь, честно, что я их заинтересую. Потому что, в принципе, для меня это будет менее напряженно, чем риэлтор, который надо 5 недель сидеть в офисе с 10 до 7 вечера. Дома приезжать в 8. Это 8 с лишним убитый и задолбанный. А тут сиди дома, уделяя там пару часов в день на эту работу и получай какую-никакую там копеечку. Вот. Вот это я вам хотела рассказать. А еще я сегодня заказала себе книгу «Мастер и Маргарита» в таком красивом переплете. Такой бирюзовый цвет, типа Тиффани, в твердой обложке тканевой и с золотом с таким. Короче, вообще, я просто думаю, если собираешь домашнюю библиотеку, то почему бы не сделать ее красивой, а не вот эти дешманские книжки за там 150-200 рублей, которые выглядят непрезентабельно. Вот. «Мастер и Маргарита» я не читала. В школе, помню, мне подружка пересказывала. Даша, привет! Чтобы я хоть как-то что-то понимала, но я, короче, не читала, ничего не помню оттуда, вообще ничего не знаю. Мы просто вот, когда ходили в кино вчера, я увидела, что с 25 января выйдет «Мастер и Маргарита» такой довольно красивый, мне понравилась афиша, и я решила на него сходить потом с Сашей и перед этим прочитать книжку. Вот. Поэтому заказала, обязательно прочту и обязательно схожу на этот фильм. А я пью экстракт пихты и начинаю свой день. У меня сегодня утро наступило. Встала я в 7.30 где-то утра. Покупалась. Вот помыла голову сегодня перед чисткой. А то, думаю, потом лицо будет болеть, им будет быть неудобно. Завтрак у меня был плюс-минус обычный. Два яйца, помидоры, соус, тостик с авокадо, хлебушек. И вот сейчас я себе навешала 30 грамм протеина на 200 миллилитров молока. Ну и пила еще водичку с лимончиком. Не помню, говорила вам или нет. Вода с лимоном очень полезна. Утром ее очень полезно пить, но обязательно не на голодный желудок после завтрака. Потому что раньше я пила на голодный желудок. Типа, что проснулся, попила водичку с лимоном, и все запустилось. Ну, извините, я прочитала, что если у человека проблемы с желудком, то ему категорически нельзя, потому что там потом может и язву появиться, и все такое. Мне кажется, ни у кого сейчас не идеально с желудком. У меня нет гастрита, но у меня какое-то там предгастритное состояние. Получше гастрита, но в данном случае что-то есть. Воду с лимоном лучше пить с теплой водой, не с холодной. И вообще желательно пить ее через трубочку, потому что вода с лимоном разрушает эмаль зубов. Но я что-то все время забываю взять трубочку. Пока пью просто. Ну, я пью, не знаю, не сильно много, поэтому еще точно ничего не случилось. Но в ближайшее время надо будет, наверное, все-таки пить ее через трубочку, я думаю. потом мы снова перед моим уходом приготовили спаржу с морковкой по-корейски. Кому интересен рецепт, смотрите у меня в шорт. так, ребятушки, мы ее сегодня подключили. Все работает. Сейчас включаем здесь. И еще забавляю какая-кнопка. Вот она запускается. Сначала запускается скорость полкилометра в час. Давайте с вами пойдем. Вот так пультиком мы будем в километр в час. Давайте подмедленно. И в таракулам этот час. Вот. Здесь как круто. Мы ее подставили, и вот прям так телевизор можно будет идти смотреть. Но я сегодня ходить пока на ней не буду, потому что надо ее еще смазать. Пользоваться мы пока не будем. Завтра мы ее расслабим дорожку, вытрем старую смазку, нанесем новую смазку. Потом, наверное, подгоним под Сашу, потому что логично у нас тяжелее всех. А потом ее надо будет еще оцентровать. Видите, здесь полоски разные. И тогда уже можно будет бегать. Так, я перекусываю батончиком и выдвигаюсь в путь на чистку. Я приехала на чистку. Запомните, мое лицо таким. Хотя она уже розовая зовутся. Надеюсь, все будет не так плохо, как я уже думала. Это я уже в процессе. Мне все почистили и нанесли вот эту масочку, чтобы в дальнейшем не было прыщей. После чистки я еще гуляла час сорок где-то. Потом мы встретились с Сашей, еще с ним гуляли где-то час. В итоге до заведения мы прогулялись два с половиной часа все вместе. Я одна и вместе с ним. Так, девочки-мальчики, я уже давно вышла с чистки. Потом я сейчас лицо покраснело от чистки, плюс еще от холода, но нос точно от чистки. Прогулялась, встретилась с Сашей, потом мы с ним тоже погуляли и вот этого у меня получилось два с половиной часа. Сейчас мы пришли покушать в японский ресторан. Покушаем, потом еще полчасика прогуляемся и поедем домой. Счастливая, но уставшая. И с красным носом. Собственно, вот такое лицо у меня ввези. Че, понравимся? Вот такое вот симпатичное интерьерчик у заведения, но немножко много людей и все сидят вплотную. Сначала я покушала анигири с лососем, довольно вкусно. Потом мы с Сашей вместе поели сырный рамен, тоже очень вкусный, но мне не понравился рост, бифон был сухой. Потом Саша кушал глядзи, я взяла у него одну штучку, и посмотрите, какой крутой десерт безликого. У них там еще Турурой, Котахатика и что-то еще. А тут мы его беспощадно едим. Кстати, был очень вкусный, какой-то там смородиновый мусс, потом джем из манго и мракуйи, банановый бисквит. Шикарный десерт. После нашей трапезы мы еще минут 40-45 погулялись до дальнего метро. и посмотрите, какую красоту мы встретили в центральном детском магазине. Здесь просто много инсталляций из различных сказок. Очень красиво. Мы вернулись домой после этого долгого дня. Я из дома ушла в 12, вернулась почти в 10 вечера. Сзади я посмотрела сейчас активность, у меня вышло почти прям 30 тысяч шагов, там сейчас 29 777. возможно еще за вечер пока я дома я дохожу и у меня будет вообще 30 тысяч. Сток у меня еще не было никогда. У меня было максимум 1026, как раз таки 29, наверное. Вот. Мы получается вышли из заведения, еще 45 минут шли до другой станции, потом там сели, доехали до станции тоже, которая дальше нашего дома, потому что мы пошли в зоомагазин забрать собачьи пеленочки. Купили ей еще вкусняшки, какие-то там колбаски собачьи, посмотрели состав, чтобы взять на хороший, дофига хроматизатор, короче, там только мясо и минералы. Все. Сейчас ей уже медали, она ценила, покушали, ей понравилось, потом зашли в магаз, мне захотелось немножко что-нибудь еще такое легенькое возможно скушать. Сейчас вам покажу, что-то еще купили. Многие у меня просто видят. Сейчас будет распаковочка чая. Так, смотрим. Это я взяла бататик, давно его искала, нигде нервы не было. Вот в перекрестке нашла, буду как-нибудь запекать, я обожаю запеченный батат. Это Саша взял себе какой-то смузи малины, живейка. Это я взяла ванильный пудинг протеиновый, но я его сегодня не буду кушать, я его поем на завтра. Вот, а сейчас я взяла всякий фирок. Я знаю, что более жирный полезнее, но сейчас мне хотелось чего-то легкого, что я так покушала. Короче, сейчас будем смотреть слов пацана и закидываться кефирком. три яйца с помидорой, ничего особенного. И вот этот ванильный пудинг. Ну что, вчера мы легли в два часа ночи, потому что досматривали этого слова пацана. Утром я проснулась в десять убитая, опухшая, просто у меня глаза вот так, наверное, открывались. Утром начала готовить завтрак, поняла, что нет хлеба, вчера доели, забыли купить. В общем, поели вот завтрак без хлеба, но это ладно. Обед я вам тоже не снимала, у меня были гречку доедали, сердечками, как раз последнюю порцию, и порцию протеинчиковый пё. На ужин будут варенчики, которые мы сами лепили с картошкой, пюре, грибами. Брала я тогда подосиновики, жарила их в сливочном масле с лучком. Мы их уже ели, очень вкусные, вкусные вареньки получились. А сейчас я включаю сериальчик. Мы смазывали сейчас дорожку, проводили с ней почти час, то есть там нужно было расслабить полотно, стереть старую смазку, заправить новую смазку, всё хорошо распределить, потом затягивать по весу, оцентровывать, короче, ну реально у нас ушло 50 минут на это. И сейчас наконец-то, смотрите, козаика спит, сейчас наконец-то спустя миллион этих усилий я буду первый раз ходить на дорожке и смотреть свой сериальчик. Пожелайте мне удачки. Конечно же, вам сейчас всё засниму. Я уже походила полчаса на дорожке, вам и сняла, потом вот дала я ей полчасика отдохнуть, чтобы она не перегревалась, желательно это делать. И сейчас хочу ещё полчасика походить, смотрю на тебя, поставила на паузу, чтобы вам мешать на фоне. Это я вам засняла, показать, как я убираю, чтобы вы поняли, насколько мы придумали компактное поменение с зашторочкой. Ну на ужин, как я вам и говорила, вареники с картошкой и грибочками. Очень-очень вкусненько. Мы же после ужина сходили на озон, забрали вот йод. Я вам рассказывала в прошлом видео вот такой вот мы берём на лимарин. Нам он докринолог посоветовала, я нашла его вот только на озоне. Ну на Валберисе ещё есть. Я имею в виду, что на Marketplace только нашла. И вот я вам тоже рассказывала мастеру Маргарита. Смотрите, как красивая. Просто цвет Тиффани. Золото. Матушка, не чешись. Тут золото. Прям вау. Зря не поскупилась и взяла именно её. Завтра же скоро вам покажу. Завтра, надеюсь, начнём её читать. Вот раз решила не тричка, два пожарить, пол огурчика, которые завалялись в холодильнике и эспаржа. Так, привезём её мою доставочку. Давайте смотреть. Два стейка. Это сегодня мы пожарим на ужин. Бекончик. Это я буду делать прикольные бутики. Вот с этим хлебом. Вот с такой горчицей. Очень роскошная горчицей для путербродов. В себе я буду добавлять такие сосиски вот эти путерброды из индейки. Вроде неплохой состав. Всё посмотрела. Два сыра для горшочков. Вот это я вам уже показывала. Шикарная вещь. На ней курица получается роскошная. Яйцо, молоко, хлеб, рис, чука. Это капуста фирмы, я вам тоже говорила, шикарная. Я брала капусту вот намаринованную с клюквой. Это по-московски беру первый раз. Но тут тоже клюква, плюс ещё здесь перец болгарский. Тринек. Соус, горчица и томаточка. Ну и куда же без этого. Заказывала из магазина ленты. Вышла что-то на 3600 что ли, что-то такое. Вот глаз припухший. Ушки. Там вчера всё было ещё жёстче. В красных пятнах. На лапках там тоже красные пятнышки. Не даёт снимать. Вот здесь у неё вчера морда была гораздо больше с этой стороны. Ну-ка, покажи нос. Она сейчас припухшая. В общем, сейчас пойду в аптеку за антигистамином и в зоомагазин за средства Мой Бог, потому что это могут быть плохи. Может быть, аллергия на новые колбаски, которые мы позавчера купили. Ну вот, сходила, прикупила её тут всё, что надо. Дорого, конечно, болеть собачкам, но я надеюсь, что хотя бы ей это поможет. Иначе просто, блин, вообще всё вкус будет. Вот я сходила в магазин, взяла ясу простинат аллергии, капли от блох, хошейник от блох и влажник, потому что таблетку надо дать с едой. Так она сухой корм не любит и вряд ли её съест. Пришлось взять влажник. За всё вот это вот я отдала, блин, это ещё полторы. Я так сегодня переживаю, капец, на улице ещё такая магазин. Я задубенела, пока ходила по этим магазинам. Вчера просто вообще, капец, она от живота не отлипала. Она лучше лижет и лижет и кусает себя где-то. Прочее, как площина. Опять же, при аллергии тоже может вызываться зуд. Поэтому, сможет, аллергия. Так, короче, надеюсь, ей хоть что-нибудь из этого поможет. И всё просто не напрасно, если взяла ещё ошейник синий. Там был чёрный, синий и красный. Красный цвет терпеть не могу, если честно. У меня раньше вот был фиолетовый, такой розовенький, красивый. Чёрный на ней сливается, потому что он чёрный. Выглядит по-будто вообще без ошейника. синий, ну хоть как-то не смешно, что наша девочка не мальчик, но опять же, что за стереотипы, да? Так что, можно и синий. Вот. Ещё ночь она не спала, нифига. Я за неё тоже нифига не спала. Она то лизалась, то ходила пить, то в туалет, то вылазилась, под изеяло, опять пыталась залезть, опять вылазила, опять пыталась залезть. И так просто по кругу миллион раз. Короче, хрущу, но надеюсь, что всё будет отлично. Ладно, я замёрзла, подошла уже к подъезду, буду заходить домой. Сейчас я буду пытаться потереть ей таблеточку. На её вес таблетка 25 миллиграмм и на 10 миллиграмм поделить на 3 дня внутри приёма. То есть, по сути, можно полтаблетки сначала сделать полтаблетки. И теперь эти полтаблетки надо поделить ещё на 3 части. И вот эти 3 части надо давать сегодня 3 раза. Ну всё. Вот. Вот такое у меня вышло. Сейчас мы это смешаем с кормиком и дадим ей. Надеюсь, её это спасёт. Тенд кладу вам. Я сейчас готовила вот такой рисок с овощами и карася. Также, если хотите увидеть рецептик этого карася, смотрите, у меня в шортс. Я всё выкладываю туда. Все рецептики у меня там. Так, у меня будет 200 грамм риса, 190 грамм рыбки. Ещё витаминки сейчас положу. И вот такой вот бомбарчик с шоколадом съем. Совсем забыла, что купила капусту, но я вовремя вспомнила и ещё положила себе 100 грамм капусточки. А это моя зайка. Надеюсь, отходит. Так, я сейчас полчасика походила под свой сериальчик. Сейчас буду монтировать это видео, которое вы уже смотрите. И смотрите, на улице у нас какая-то метельца началась. А тут я варю холодец из индейки. Вечером покушали стейки. Саша ел с картошечкой, а я с бататиком. А мы тут делаем попкорнчик. Вот такую купили просто бочку. И взрываем. Такая красота получается. Потом добавим солечки. И не сильно калорийная такая заполучка к фильму получается. Не то что вот эти сладкие, которые в кино. Слушайте, какой звук прикольный. АСМР. Потом мы ещё решили провести что-то типа мини-чайной церемонии. У нас дома есть вот такой вот прикольный чайничек. Не помню, он какой-то фарфоровый, что ли. И вот такие мисочки для питья его. Очень прикольно, в плане, что в них очень чай быстро остывает и комфортно пить. Тем более удобно заваривать чай проливами. Так, ребятушки, на этом я с вами прощаюсь. Хотела показать вам после чистки, как у меня облазит кожа дико. Я ездила сдавать анализы, но об этом вы уже узнаете в следующем моем видео. Вес у меня ушёл не сильно, полкилограммчика. Но именно поэтому я и шла сдавать один важный анализ. Небольшое послесловие. Я ещё тут. Я уже дома, уже позавтракала. Хотела вам рассказать прикол вчера про попкорн, потому что мы его грели очень долго. То есть вытаскивали то, что нормально, и ещё зёрна, которые не раскололись, вставили опять. И микроволновка у нас перегрелась. Из-за чего она выключилась? Мы думали, всё, капец, сейчас сломали нафиг микроволновку. Тем более, потому что она у нас устроенная, туда нормально не попадает, как вентиляция, не знаю, в общем, там жар копится. Ну, нет, всё нормально. Она остыла минут через 15, наверное, и включилась. Так что больше таких экспериментов мы не будем делать. Если будем делать попкорн, то только на сковородке. Вот. Что насчёт анализов? Мне ещё надо было в сентябре сдать ТТГ-гормон, потому что я пила таблетки, с ним связанные. И потом мне на время их отменили, сказали потом посмотреть, вдруг надо опять пить. Ну, и мне кажется, за счёт этого вес уходит довольно, не так хорошо, как хотелось бы, потому что активность у меня нормальная. Я минимум 10 тысячов прохожу, а то, вы видели, и 30 один раз прошла. Кушаю я нормально, я считаю. Галории у меня в основном походят 1600-1700. Я считаю, что для меня это точно нормально, тем более, что все расчётники мне говорят 1800. Вот так вот кушать. Я ем даже меньше. Постоянно думаю, что тело убирать, пылесос я тоже хожу и занимаюсь спортом. Ну, короче, дело точно в чём-то другом. Поэтому я сдала анализ, сейчас посмотрю на результат и, скорее всего, буду пить опять эти таблетки. Пожелайте мне удачи, надеюсь, в следующую неделю всё будет гораздо лучше, а не так. Не, ну, как бы полкилограммчика тоже неплохо, но за две недели это как-то ни о чём, как вы считаете. Ладно, всем спасибо большое за просмотр. Спасибо большое тем людям, кто дошёл до конца. Всех люблю, ценю и уважаю. Субтитры сделал DimaTorzok